А предприниматели некоторые, вот я вижу, что они возят рыбу, ту же окуре возят с Кирова и продают. Спасибо вам большое за вопрос и за ваше мнение, Николай Мартынович. Сейчас мы ответим, Елена Викторовна, я так понимаю, есть что. Да, конечно. Дело в том, что политика, в принципе, окружного руководства такая, что мы готовы работать с переработкой, с производством. И во многих отраслях, особенно то, что касается производства продукции, продовольствия, да, это касается и рыбы, и мяса. Политика такая, что мы субсидируем единицу продукции. Вот сегодня на планерке расширенного заседания при губернаторе как раз озвучилась эта тема, акцентировалась эта тема, что вот у нас есть, например, субсидия по копченой рыбе. И почему не участвует никто, кроме колхозов? Тот же самый предприниматель, организовав переработку рыбы, может рассчитывать на субсидию, на тонну произведенной продукции, которую мы готовы рассматривать, включить инвестиционную дельту. То есть предпринимателю мы помогаем в части, там, возможно, это какие-то административные барьеры, возможно, это земельные участки, возможно, это получение лизинга. Но на выходе продукции мы готовы учесть инвестиционную составляющую, чтобы предпринимателю было интересно продолжать свое производство. То есть это касается и рыбы, это касается и мяса, перезведения, возможно, даже свиней, животных, птиц. И птиц, конечно, да. Можно я добавлю, Мария? Хорошо, да. Значит, ну, мало того, что вот наш региональный антикризисный план, как его коротко называют, да, он в качестве одной из основных ключевых задач предполагает, значит, обеспечение вот такой продовольственной безопасности нашего региона, да, чтобы мы максимально могли задействовать наши ресурсы, наше сырье для того, чтобы продукты питания производились, перерабатывались здесь. И, безусловно, интерес у населения, у жителей, в первую очередь, возникает в отношении рыбы, дикоросов, допустим, да, и так далее. То, что традиционное, так сказать. Да. В дополнение к тому, что сказал, вот, звонивший, значит, серая рыба, которой действительно много, очень много в водоемах, да, она же еще и уничтожает стадо благородных рыб, поэтому ее вылов, если частник видит, что в этом заинтересовано государство и есть механизм как-то превратить этот товар в деньги, которые положить там в карман, да, легальным, законным способом, вот, то, безусловно, это, ну, можно только поощрять. Вот еще в дополнение к тому, что сказал председатель комитета, мне бы хотелось, ну, так вот попроще, да, сказать. Есть желание, может быть, ну, так скажем, возраст не очень молодой, не хватает смелости, не хватает знаний и так далее, но есть тяга, вы знаете речку и рыбалку, не затевайтесь с инвестиционными проектами на десятки миллионов рублей. Есть сегодня технологии, позволяют, я не знаю, там, небольшими коптилками, какими-то, значит, разделками, переработками и так далее, да, вот, ну, в условиях там два человека работают и так далее. Даже вот таким объемом можно, получив разрешение на вылов, вылавливать, перерабатывать и вот в рамках той субсидии, о которой говорила Ирина Викторовна, вполне реализовывая рыбу, получать еще некую помощь, значит, на реализованную рыбу из бюджета. Ну, Валерий Ильич, очень часто есть идея, да, на миллион, на несколько тысяч, неважно, человек ходит в себе, вроде бы ее вынашивает, вынашивает, что-то в интернете почитает, но багаж знаний, он недостаточен для того, чтобы воплотить эту идею в жизни, чтобы она действительно была жизнеспособная. Если обратиться к вам, вот, вы можете помочь предпринимателю прям вот разжевать от А до Я? Как ему воплотить? Вот этими приходится заниматься очень часто, я вам скажу. Вот буквально, буквально несколько дней назад обратился ко мне предприниматель, значит, через электронную форму на моем портале. Портале, который, кстати, недавно заработал и успешно, наверное. Да, и вот он спрашивал, какую мне выбрать систему налогообложения, упрощенную или патентную, значит, я планирую открывать магазин площадью, там, 40 квадратных метров, значит, по реализации продажи рыбы, копченой, соленой и так далее. Вот, соответствующее разъяснение он получил. Следующим шагом, значит, ему, видимо, это понравилось, он пишет снова обращение, значит, а вы не поможете найти помещение в аренду, да? Да, вот. Это уже как бы понятно, что, ну, есть рынок этих помещений, да? К сожалению, ни в казне, ни у органов власти, ни у муниципалитетов вот нет помещений, которые бы можно было там предоставлять предпринимателю. Да. Естественно, что помещение в аренду надо искать на рынке. Но, с другой стороны, я понимаю, что, ну, человек, видимо, пока находится еще в стадии, так сказать, ну, вот оформления своей бизнес-идеи, какая система налогов, да, где помещение взять и так далее. Дойдет ли это до реализации, ну, можно только гадать. Поэтому содействие, безусловно, информационное, консультативное, да, мы оказывать готовы. Кстати говоря, электронные формы взаимодействия комитет тоже использует? Конечно. У нас заработал уже около месяца сайт «Наоэкономика.РФ», на которой ежедневно располагаются новости. Все, что касается действия бизнеса. Это касается и федерального уровня, и касается непосредственно деятельности регионального уровня. Мы плотно занимаемся темой, как стать предпринимателем. У нас уже на сегодняшний день разработаны методические рекомендации по выбору систем налогообложения. Мы готовы даже помочь заполнить заявление, потому что уже установили у себя данную программу. То есть мы, в принципе, готовы на сегодняшний день, мобильные, доступные, готовы к диалогу, к обсуждению, в общем-то, и к реализации любого реального проекта. Я напомню, телефон прямого эфира 2.11.45, это программа «Идея на миллион». Сегодня мы обсуждаем те самые проекты, которые можно смело реализовывать на территории Нейнского округа. Вернее, сегодня мы говорим, наверное, больше о сбоинструментах, при помощи которых можно реализовать ту или иную идею. И гость из студии сегодня, председатель комитета инвестиций и развития предпринимательства Ирина Тихомирова, и уполномоченный по защите прав предпринимателей Валерий Чупров. Вот, как вы уже сказали, Ирина Викторовна, ранее, что округ сейчас уходит от прямых, так сказать, вливаний в развитие бизнеса. Как будет строиться механизм новой, предоставление помощи финансовой или не финансовой человеку, который захочет открыть какое-то очень-очень такое грандиозное дело? Ну, то, что говорится... Вот мне больше всего интересует, что гарантии, да, вот, например... Дело в том, что вот про тот фонд, о котором я говорила в начале встречи, он будет нести в себе несколько важных функций. Это непосредственно оператор по реализации государственной программы, это предоставление гарантий про учительство предпринимателям, и это микрофинансовая деятельность. То есть мы планируем развить микрокредитование в регионе. То, что касается, вы говорите, прямых вливаний, как таковая грантовая поддержка, она останется. Но это не настолько глобальный проект. Основной, конечно, упор у нас будет делаться на привлечение средств банков и привлечение средств лизинга. То есть любой проект ведь можно провести через лизинг. То, что касается оборудования, это касается недвижимости, это может даже касаться племенного скота. И в то же время в программе заложены субсидии на компенсацию части затрат, что по лизинговым платежам, что по первому платежу лизинга, что по кредитным договорам. Что самое интересное в свете того, что происходит у нас сейчас в стране, мы готовы реализовывать субсидию по погашению кредита, исходя не ставки рефинансирования, а исходя из ключевой ставки. Это уже давно обсуждается и на уровне федерации, и они планируют тоже в антикризисных мерах это мероприятие будут реализовывать. Сегодня в российской газете тоже об этом было написано. То есть, в принципе, если на сегодняшний день ставка по кредитам в среднем 27-30%, а ключевая ставка 15%, которую мы можем погашать, то кредит предпринимателю обойдется 12-15%. И мы все-таки считаем, что предприниматель тоже должен нести долю определенной ответственности. Потому что прямое бюджетное финансирование, оно немножко снижает ответственность предпринимателей самим перед собой и перед тем бизнесом, перед теми людьми, которых он притягивает в свой бизнес. Валерий Ильич, есть что добавить? Безусловно, да. К тому, что сказала Ирина Викторовна, говоря другими словами, ну вот если у нас есть деньги, и у нас, слава богу, есть государственный муниципальный сектор, то нам проще, с одной стороны, отдать просто эти деньги в государственный муниципальный сектор, который нам же и подчиняется, и делать то, что мы, допустим, захотели. В этом случае предприниматель как бы не имеет преимуществ никаких. Поэтому, безусловно, должна быть ответственность и самого предпринимателя, и доля рисков, безусловно, должна быть на нем. Мы же не удивляемся, когда мы идем в банк за ипотечным кредитом, банк говорит, достань своих 20% или 30% из кармана. Мы должны убедиться в том, что ты серьезный человек, и эту сумму ты смог накопить. Вот ты ее внесешь, тогда мы дадим остальные 80%. Тот же самый механизм мы, собственно говоря, воплощаем в нашей региональной программе. Если не просто вот лежа на диване возникла идея, и пришел, и говорит, вот я красивый, хороший, дайте мне денег, и значит, там, и так далее, да, так-то не бывает. В любом случае, значит, должно быть движение от самого предпринимателя, потому что предпринимательство это на самом деле очень тяжелый труд. Деньги ведь просто так не даются. И уход от прямой, вот такой просто прямой раздачи, его, безусловно, можно только приветствовать. Ну, я тоже абсолютно с вами согласна в этом отношении. Вот люди нас сейчас смотрят, внимательно слушают и смотрят жители села, жители города. Приоритет в развитии предпринимательства делается где? На селе или все-таки в городе? Либо вот равные доли? Либо нет такого прям деления? Дело в том, что я считаю, что на сегодняшний момент, то, что у нас происходит в экономике, мы деления делать не будем, потому что мы все-таки делаем акцент на развитие производств. И развитие производств, даже если говорить о продовольственных товарах, ну, даже возьмем элементарное разведение птиц, да, мы планируем закрыть рынок всего округа. То есть, в принципе, мы все равно будем завязывать, стараться округи, села. Конечно, села у нас на сегодняшний день приоритетное направление, но разграничивать так, что вот в этом будет у нас приоритетное в селе, а это у нас будет приоритетное в городе. Но если в городе будет построена, ну, та же птицефабрика, ну, почему нет? Это все равно создание рабочих мест, это насыщение рынка нашего региона. Поэтому пока мы вот так вот конкретно... Сказать конкретно, вот в этом селе будет это, а это будет только в городе. Кстати говоря, Валерий Юрьевич, на селе-то у нас много предпринимателей? Ну, предпринимателей на селе, я вам скажу, где-то в пределах 35%, то есть 1,3 от числа предпринимателей, да, они зарегистрированы на сельской местности, то есть на территории Заполярного района. Хочу отметить одну особенность интересную, 2014 года. По сравнению с 2013 годом доля бизнеса в городе Наринмаре, она немножко сократилась, а доля субъектов предпринимательства на территории Заполярного района, она возросла, ну, там, пусть на 4, на 5 процентов, да. С чем это может быть связано? Ну, конечно, ряд факторов, да, есть, но среди всего прочего это достаточно активная работа вот программы по поддержке бизнеса, которая была реализована в Заполярном районе в том числе. Действительно, вообще ключевым для вот такого разворота, да, к сфере малого и среднего бизнеса является создание рабочих мест. Поэтому нас это интересует, ну, глобально и на всей территории округа, где бы это ни создавалось. Тем более, какое-то производство небольшое, оно мультипликацией служит для того, чтобы вот как-то в последующем, понимаете, не исключено, что кто-то на производстве, допустим, расположенном в городе будет работать села, да, или на межселенной территории будет какое-то производство и так далее. Всё равно опосредованно это подтягивает каких-то других небольших предпринимателей. Хорошо, вытекающий вопрос. Например, открыл человек тоже, птицефабрику, я не знаю, там, ферму какую-то по содержанию, не знаю, каких-то экзотических кос или там ещё кого-то, быть может, просто кос. Ему ведь нужны ветеринары, ему нужны какие-то специалисты, которых, быть может, в округе у нас и не имеется. Вот как-то будет, оказывается, поддержка по обучению либо там, не знаю, по поиску персонала? Мы, в принципе, готовы обсуждать, да, любое направление, то, что касается вот разрешительных процедур. Да, есть, было уже пару обращений, что здесь нет определённых разрешительных лабораторий. Мы готовы работать в этом направлении, чтобы здесь открыть такую лабораторию. Опять же, хочу обратить внимание, что в новой программе будет такой вид поддержки, как компенсация части затрат на проведение сертификации, лицензирования, аккредитации, получения определённых разрешительных документов. Потому что это связано не только с сертификацией продовольственной продукции, в том числе, конечно, она будет попадать, но это касается и тех, в общем-то... У нас в округе нет ни одного авторизированного центра, потому что открыть определённую такую организацию, это стоит определённых затрат именно в части получения разрешительных документов. Для того, чтобы у нас эти сервисные услуги заработали именно в том качественном и в достаточном объёме, мы заложили данный вид поддержки в новую программу. К сожалению, наша программа очень быстро подходит к своему завершению. Говорили мы очень много. Хочется подвести итог, предупредив о, наверное, возможных рисках. Валерий Ильич, я хочу, чтобы вы рассказали, стоит ли бояться браться за дело, и, мало ли, не будет получаться, а уже какие-то определённые вложения были сделаны. Есть ли какие-то пути выхода из этого кризиса? Кризиса конкретного какого-то предпринимателя? Нет, вот, да, да, конечно, конкретного предпринимателя. Прежде всего, конечно, любая бизнес-идея, она должна быть жизнеспособной. Есть такой термин «bankable», то есть, условно говоря, способность к кредиту. Вот если я со своей идеей прихожу в банк, и банк говорит, замечательная идея, мы готовы дать тебе кредит, это «bankable» идея, да, то есть она способна к жизни, воспроизводству, и будет приносить прибыль. Если же идея, ну вот так себе, плохенькая, да, и человек написал там красивый бизнес-план, но через год-полтора, к сожалению, всё как-то увяло-завяло, деньги кончились, которые получил Витя Гранта, когда людей пришлось, допустим, уволить и самому податься куда-то опять обратно в бюджетную сферу, безусловно, ну, это не самый лучший вариант. Надо иметь очень чёткую, просчитанную идею, да, и иметь большую жажду, и быть рисковым достаточно человеком, такого авантюрного склада ума, для того чтобы... Ведь предпринимательство – это способность самореализоваться на уровне, о котором ты даже не можешь мечтать, да, сидя, допустим, где-то там вот на бюджетном месте. То есть нужно придумать такую классную идею, которую бы принесла обязательно человеку миллион, и очень-очень много над ней работать. На этом наша программа подошла к завершениям. Увидимся через месяц. И я предлагаю наших телезрителей подключиться к программе и звонить к нам в редакцию по телефону 490-03 и предлагать темы для обсуждения. Быть может, у вас есть конкретная идея, которую мы поможем развить прямо в прямом эфире в программе «Идеи на миллион». До встречи, всего доброго. До свидания.